В Шадринске состоялся открытый чемпионат по хоккею среди детских команд. Ровно 10 лет назад во дворе школы номер 8 предприятием «Технокерамика» была построена деревянная хоккейная коробка. Одновременно с этим был открыт детский хоккейный клуб. Именно этой памятной дате и посвятили соревнования. Позвольте мне от имени администрации города, а также поздравить вас с открытием сегодняшнего турнира, поблагодарить тренеров, что нашли выживанные праздничные, и подготовить свои команды, привести их к нам. Всем честно, бескомпромиссно, борьбы, пока и победить сильнейше. На льду встретились 4 команды из Каргополья, Шадринска и Кургана. Игрокам по 13-14 лет. Все они занимаются в хоккейных секциях. Организаторы отметили ровный уровень подготовки команд, поэтому предугадать, кто станет лучшим, вряд ли было возможно. 4 равных команды, будем говорить, так что игра покажет, кто сильнее физически, технически, тот уже играет. Прикладываем максимум усилий, чтобы дети, именно дети всех возрастов, именно в зимний период занимались хоккеем. Чтобы вырасти хоккеистам, нужно обязательно играть с соперником, с каким-то. Болеть за юных хоккеистов приехали их друзья и родственники. Защитника курганской команды «Элита» Кирилла Бавкунова поддерживал дедушка. Привел я его в 5 лет. Занимается он в «Элите» в Кургане. Играет с защитниками. Со спортом дружит очень хорошо, без проблем на тренировке что-то, либо как-то все нравится ему очень хорошо. Свои задачи игроки знают и понимают. И потому настроены решительно. Алексей Коньков – правый нападающий команды «Технокерамика». Хоккеем подросток увлекается второй год. Его цель – отдать хороший пас. И, может быть, тем самым принести победу команде. Второй раз мы играем в скайкополе. Первый раз 1-0 проиграли. Теперь 5-3 выиграли. «Элита» – последняя игра за первое место. Должны выиграть обязательно. Родители, конечно, поддерживают. Очень хорошо. Команды сыграли друг с другом по круговой системе. По итогам первое место взяла шадринская команда «Технокерамика». Второе место у команды «Колос» из «Каргополья». А на третьем – команда «Элита» из «Кургана». Победителям вручили грамоты и медали. Также судьи определили лучшего вратаря. Это Александр Горелов из команды «Элита». Лучшим бомбардиром стал Кирилл Бегушев из команды «Колос». А лучшим защитником – Виктор Ильязов из «Технокерамики». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!